Дом 6 Дом 6 В 1896 году этот участок земли, самая высокая точка Сретенского бульвара, был за большие, очень большие по тем временам деньги выкуплен у Московской городской думы в Траховом обществе Россия. И на этом месте был возведен дом, не имеющий аналогов в тогдашней Москве, а и, пожалуй, во всей тогдашней России. Этот дом вошел в историю Москвы как самый красивый дом дореволюционной Москвы по оценке знаменитого французского архитектора Ле Корбюзье. Под домом многие сотни метров подвалов и каких-то подземных помещений. Многие из них сейчас засыпаны, некоторые принадлежат ночному клубу, но существует легенда, что именно под этим домом шел подземный ход, по которому, собственно говоря, из Кемля уходили на Покровский бульвар юнкера во время известного восстания. Так вот, отсюда якобы к этому подземному ходу выходило боковое ответвление. Но сейчас это уже установить, скорее всего, невозможно, потому что эти подземные ходы, если и были, то были впоследствии засыпаны. Причем к их засыпанию имел непосредственное отношение к ГБСССР, которое в этом доме также имело один из своих офисов. Для своего времени, первые годы 20 века, этот дом действительно был построен по последнему слову техники. Собственная электростанция в подвале, восемь отопительных котлов, собственно, артезианская скважина на глубине 50 метров. Собственно говоря, жильцы дома были абсолютно независимы от городского водопровода. Система вентиляции, которая, в общем, фактически превращалась в систему кондиционирования и климат-контроля. И вообще, вот, видимо, сыграло роль то, что к проекту приложил руку известный архитектор Десин, который специализировался на планировке и строительстве военных объектов. Дом представлял собой своего рода крепость, как абсолютно автономный объект мог достаточно долгое время существовать сам по себе. Однако история этого дома — это не только история высоких технологий начала 20 века. Это также был дом, где каким-то вот малопонятным образом сплились воедино и мистика, и борьба с мистикой, и также интересов советских спецслужб, которые тоже, в общем, одно время достаточно плотно занимались мистическими вопросами. Началось все, пожалуй, еще даже до того, как этот участок, на котором впоследствии возник Дом России, был куплен страховым обществом в 80-х годах 19 века. В 70-х годах 19 века на этом месте находилась круговая панорама Константинополя. А в 1881 году на месте этой панорамы возник первый в России народный театр «Скомарох». Это было очень забавное место. Он действительно был таким театром для народа, с очень дешевыми билетами. На стенах висели надписи типа «С места на место не переходите, отовсюду все прекрасно видно», или «Бис» значит «повторить». Ну, в общем, вот такой крут просвет для простонародия. Но в 1884 году этот театр поставил феерию под странным названием «Черти на земле». И с этого момента начинают происходить здесь какие-то странные мистические вещи. Актеры, занятые в других уже постановках, падали, ломали ноги, руки со сцены. Обрушивались колосники и калечили актеров трупа и работников сцены. Впоследствии, когда здесь строился, собственно говоря, сам Дом страхового общества «Россия», на этой стройке было тоже невероятное количество несчастных случаев. Рабочих увозили в больницу чуть ли не каждый день. Как будто какая-то нечистая сила сознательно пакостила и не давала людям осуществлять те планы, которые были связаны с этим вот участком земли. Продолжалась чертовщина и после того, как в этот дом въехали первые жильцы. Конечно, проще всего списать какие-то неполадки в работе котлов в подвалах и системы вентиляции на техническое несовершенство. Начало 20 века. Так или иначе, происходили какие-то необъяснимые сбои в работе вентиляционной системы. Стуки какие-то фиксировались в стенах и в дымоходах какие-то непонятные тоже незавывания. Если бы тогда была в ходу легенда о гремлинах, которые специально портят механизмы, тогда, наверное, вспомнили бы их. Но, естественно, в начале 20 века в России никто про гремлинов не знал, а домовых как-то уже вспоминать было неудобно. Все-таки высокотехнологичный дом. После революции в этом доме довольно долго находился главполитпросвет, которому заведовала Надежда Константиновна Крупская. А в структуре главполитпросвета имелось литературное подразделение ЛИТО. Именно в ЛИТО начинал свою работу в Москве самый, наверное, мистический русский писатель Михаил Фанасьевич Булгаков. В 1921 году, писал Михаил Фанасьевич Булгаков в своей автобиографии, приехал в Москву на постоянное жительство. В 1921-1924 годах в Москве служил в ЛИТО главполитпросвета, работал в газетах в качестве хроникера, а впоследствии филитониста, газеты «Гудок» и другие. Именно здесь, в этом доме, начиналась литературная карьера Михаила Булгакова, потому что и ЛИТО главполитпросвета, и редакция газеты «Гудок» находились именно в этом доме. И впоследствии в таких ранних вещах, как записки на манжетах, где было описано ЛИТО, а впечатления от работы в газете «Гудок» во многом легли в основу вещи, которые назывались дьяволиады, совершенно не случайно. Именно здесь Булгаков впервые прикоснулся к теме, которая станет для него важнейшей центральной в его творчестве, теме московской мистики.